Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите. Известный украинский политолог Владимир Фисенко на связи. Владимир Вячеславович, здравствуйте. Добрый день. Владимир Вячеславович, ну, конечно, внимание всех украинцев приковано к визиту Зеленского, выступлением Зеленского, участие в достаточно серьезной и большой программе международных встреч. И все как-то вот, ну, как бы вот причаились, смотрят, да, а что же, какой же будет итог? Конечно, самый главный, наверное, момент это встреча Байдена и Зеленского, причем не умаляя участие там Зеленского в совбезе ООН, выступления Генассамблеи, все-таки встреча с Байденом даст больше ответов. Это справедливое утверждение? Ответов на что? Ответов на сколько? Как? Будет усилена поддержка Украины? Или, как говорят злые языки, США хотят закончить войну в Украине, цитирую я Байдена. Нет, это конспирология, которая не только далека от реальности, а которая просто не соответствует действительности. Ни о каком окончании войны сейчас речь не идет по одной простой причине, потому что Путин не хочет прекращать войну. А вот на стороннем порядке войну прекратить невозможно. Вот простой ответ. Поэтому вся эта досужая конспирология, я вот посмотрел, там меня российские источники выборочные, то есть фразу выдернули из одного интервью, где я говорю как раз о невозможности договоренности, но о том, что, конечно, США будут обсуждать тему условий прекращения войны, когда это произойдет. Будут, конечно, обсуждать, но это не значит, что США будут склонять Украину к миру на российских условиях. Это невыгодно, в первую очередь, самому Байдену. Я уж не говорю про нас. Нам это тем более невыгодно, но и Байдену это невыгодно, потому что это поставит его в дурацкое положение, и он будет выглядеть проигравшей стороной. Поэтому нет, сейчас об этом речь вообще не идет. И главная причина, потому что Путин не хочет прекращения войны. Вот в чем главная проблема. Обсуждаться будет целый спектр вопросов. И, кстати, замечу, первоначально планировалось только участие Зеленского в Генассамблее. Ну, во всех мероприятиях, которые, в том числе вот заседание Совета безопасности по Украине, которое уже состоялось. И предполагалось, что на полях Генассамблеи состоится встреча с Байденом. Но это короткая встреча. Вот таких встреч уже у Зеленского прошло немало. Я не подсчитал, сколько именно там их было, но это, как правило, короткие встречи, до получаса. Вот такой формат. Встреча на полях. Чем и хороша неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, там можно встретиться с лидерами разных стран мира. И, как правило, те, кто из лидеров едет на Генассамблею в Нью-Йорк, они этой возможностью пользуются. Но, судя по всему, именно американская сторона предложила Зеленскому провести переговоры в Вашингтоне. Ну, раз уж он приехал в Нью-Йорк, то логично приехать в Вашингтон, встретиться, обсудить вопросы военно-технического, экономического, политического сотрудничества. Замечу, Зеленский будет встречаться не только с Байденом, но будет встречаться с сенаторами и с представителями Нижней Палаты Конгресса США, в том числе и с руководителем Нижней Палаты. Там самая сложная ситуация сейчас, там республиканское большинство, и там проблемы с бюджетом. Поэтому вот очень непростая ситуация. Вопрос о продолжении финансирования Украины, финансовой поддержки Украины, будет одним из главных во время встречи в Вашингтоне. Конечно же, на первом плане вопрос оружия. Пока вот самая большая интрига, будет озвучено решение по ракетах Атакамс или нет. Потому что еще 8 сентября, во время конференции Ялтинской европейской стратегии в Киеве, американские участники, которые там были, все говорили, что решение уже есть, проект решения. Оно на столе у Байдена. Ну вот на столе уже, считайте, уже 2 недели. Почти 2 недели. Пока не подписано. И тут 2 объяснения. Либо ждут, когда появится вместе Байден с Зеленским, там, не знаю, на лужайке перед Белым домом или где-то еще перед журналистами. И будет озвучено это решение. Тем более, что уже анонсировано предоставление Украине нового пакета военной помощи, большого пакета. Но, возможно, и другое. Возможно, вот в Вашингтоне будут согласовывать, на каких условиях, когда будет предоставлена партия этих ракет. Возможно, необходимо личное обязательство Зеленского, что они не будут использоваться по ударах по канонической российской территории. Ну, за исключением всех оккупированных территорий, включая Крым. По Крыму можно. По остальным территориям американцы не хотят, чтобы использовалось их оружие. Может быть, в этом закалыка. Даже если вдруг решения по этих ракетах и не будет, то я напомню историю с танками Абрамс. В декабре прошлого года Зеленский был с большим официальным визитом в Вашингтоне. И вот тогда журналисты спрашивали о танках для Украины. Байден сказал, нет. Не будет танков Абрамс для Украины. Вот сейчас первая партия появляется. Вот так и с ракетами будет. Это вот стиль Байдена. Вот так оно происходит. Но, тем не менее, вот интрига с Абрамс, это, может быть, такая самая главная интрига. Но вот сейчас, после сегодняшнего обстрела Киева, и не только Киева, к сожалению, а целый ряд других городов, регионов Украины, но опять актуален вопрос об усилении системы ПВО в Украине. Это тоже, естественно, будет обсуждаться. Ну и, конечно, я думаю, будет согласовываться тактика. Тактика. Как действовать, если вдруг вот из-за нынешнего противостояния демократов и республиканцев в Конгрессе, в Нижней Палате, прежде всего, Конгресса, возникнет, ну, скажем так, то, что называют в США шатдаун. Да, прекращение бюджетного финансирования. Замечу, речь идет в данном случае не об Украине как таковой, а о всем бюджетном финансировании для правительства США. То есть вот в этом проблема. Это противостояние республиканцев и демократов, такое было, кстати, при Трампе, когда был Трамп президентом. Вот теперь республиканцы могут повторить. Только по отношению уже к нынешней администрации Белого дома, когда при власти демократов. А если рассмотреть этот сценарий подробнее, Владимир Вячеславович, ну вот, смотрите, идет действительно такое, ну, уперлись роком. Республиканцы, демократы в США готовятся вовсю к выборам. Сегодня Трамп раздает пиццу в Айове. Ну, как Эрдоган деньги раздавал, да, вот, своим сторонникам. Так он так пиццу... Нам эта ситуация знакома. Мы-то хорошо знаем, как это делается. Вот. Если все-таки действительно там патовая политическая ситуация, и, ну, давайте так, мы с вами записываем этот разговор, мы не знаем еще, да, вот, подробностей встречи с конгрессменами Зеленского. Но все, как бы, ведет к тому, что там будет некий допрос или как-то отчет будут требовать, будут, как бы, превратят эту встречу в, ну, прения, дебаты. Если все пойдет по самому худшему сценарию по итогам вот этой встречи, что ждет Украину? Нет, поддержка будет сохраняться. Вот это могу точно сказать, потому что в этом национальный интерес США. США не могут превратить, прекратить поддержку Украине. Это будет восприниматься как поражение Соединенных Штатов. И, скажем так, недружественные действия по отношению к союзнику. Я бы сказал, действия в стиле России. Вот как Россия сейчас кинула Армению. Вот, как бы, да, и если США так будут действовать, будет критика в адрес Соединенных Штатов, ну, в адрес Белого дома. Кстати, некоторые республиканцы, обращу внимание, республиканцы, сенаторы, правда, там более такие солидные люди в Сенате. Тот же Линдси Грэм, кстати, который вот и в Киев приезжал, и советовал нам выборы провести. Да, вот они критикуют Белый дом за недостаточную военную поддержку Украины. У республиканцев разные настроения, разные позиции. Там нет единства. Вот это главная проблема. И нынешний глава Нижней Палаты Конгресса США, Палата представителей от республиканцев, его проблема в чем? Он вынужден сейчас маневрировать между радикальным крылом трампистов, который против поддержки Украины, и теми, кто выступает за поддержку. Украина — это два полюса. Посередине те, кто, в принципе, за поддержку, но они считают, что нужно усилить контроль. Это норма, потому что контроль, заметьте, не столько Украины, сколько Белого дома. Белого дома. Поэтому, когда говорят об отчете, особенно когда русские цитируют, опять-таки, цитируют выборочно, очень часто некорректно цитируют. Они вот, простой пример приведу, я читаю российские паблики. Например, когда они цитируют западное издание, они никогда не называют войну войной. В оригинале война, а они всегда переводят СВО. СВО переводят. Ну и так далее. И там есть и другие, более, скажем так, более серьезные, стилистические, так скажем так, нюансы перевода. Но так или иначе, когда речь идет о контроле, то это контроль, в первую очередь, именно Белого дома, администрации. Украина тоже, естественно. Но Зеленский, между прочим, встречался с новым представителем американской администрации, которая будет работать в Киеве, госпожа Притцкер, которая будет, с одной стороны, координатором по оказанию помощи, экономической помощи Украины, а с другой стороны контролером, контролером этой помощи. То есть, там будут свои, и я могу вам сказать это по моим источникам, я контактирую, у меня есть, вернее, знакомые, ну и с дипломатами американскими иногда тоже контактирую, когда они обращаются с просьбами о встрече. Они контролируют, контролируют бюджетные затраты, в том числе, как расходуется американская помощь. Так что, в этом плане, какого-то, как вы говорите, допроса не будет. Будет такой серьезный, жесткий разговор, хард-ток. Да, только не в BBC, а будет в палате представителей, там, я не знаю, где они именно будут встречаться. Но вот о том, как быть дальше. На всякий случай, у Белого дома, то, что касается военно-технической помощи, не макроэкономической поддержки, есть вариант с ленд-лизом, который до сих пор Белый дом не использовал. Вот можно использовать эту процедуру. Так он истекает, вот. Ничего, ничего еще можно. Нужно переголосовывать. Не, не, подожди, там речь идет о поддержке, там есть варианты поддержки без согласия Конгресса. В том-то и смысле. Заканчивается действие законопроекта. Я просто... Нет, там есть и другие. Там есть еще один, я сейчас не помню точно название закона, есть еще один закон, который дает возможность оказывать оперативную поддержку в национальных интересах США без согласия Конгресса. Поэтому варианты есть. Это надо согласовывать. Да, поддержка будет, но поддержка может усложняться. Вот, я же говорю, может быть задержка с финансированием. Но, как показывает опыт, в том числе предыдущих шатдаунов, вечных шатдаунов не бывает. Рано или поздно, через какое-то время договариваются, находят компромисс. Опять-таки, потому что это в интересах страны. Партийные интересы, партийными интересами, вот, что называется, пособачатся, как вот два бычка столкнуться на мосту. Но, есть понимание, надо отойти. Отойти и, скажем так, находить некий разумный компромисс. На ваш взгляд... Да, еще отмечу. Помимо помощи Украине, будет обсуждаться еще, естественно, будущий договор, над которым сейчас идет работа, о гарантиях безопасности для Украины. Да. И будет обсуждаться и внутриполитическая тематика в Украине. В частности, это касается антикоррупционной политики. На ваш взгляд, ну, вы так сразу, сходу, прям, со старту нашей беседы, взяли и отмели резко всякие там конспирологии и вот эти все... Но я не люблю конспирологии. Вы не любите. Мы услышали, что Зеленский тоже не любит. И, ну, прямо резко раскритиковал вот эти все тайные там переговоры, какие-то кулуарды и призвал к публичности, переговоров по поводу, там, завершения войны, по поводу войны в Украине. Что это был за жест? Это жест раздражения или сигнал к тому, что эти тайные переговоры, ну, уже на каком-то таком высоком уровне? Да нет никаких тайных переговоров. Во всяком случае, ни одного какого-то реалистичного подтверждения этих переговоров я не знаю. Уж поверьте, я слежу за ситуацией и получаю информацию из разных источников, не только из интернета, но нет никаких тайных переговоров. О них стало бы известно. К тому же, ну, слушайте, как показывал опыт и минских соглашений, и многих других, нельзя решить проблему только на тайных переговорах. Без опубличивания, без согласия, общественного мнения, политических структур мир установить невозможно. Невозможно. Тем более, невозможно договориться о мире без участия Украины. Вот эти все версии, слушайте, сколько я этого наслушался. Я вот просто напомню, к слову, вы упомянули, Господи, я вот помню, как страна все время писала, обменяют Украину то на Сирию, то на Афганистан, сколько, каждый год я это слышал, ну, после минских соглашений. И никого ни на что не обменяли, потому что, во-первых, Россия не собиралась ничего обменивать, не собиралась ничего отдавать Западу в обмен на Украину. Да, и Украину, как показывает практика, это уже неоднократно было в нашей истории, когда в Москве думали, что можно все решить без украинцев, не получается. Украинцы сами решают, как дальше развиваться в своей стране. Поэтому вот эти все версии конспирологические о том, кто-то о чем-то что-то договорится. Но почему Зеленский так реагирует? Потому что в СМИ как раз появляется немало публикаций, надо начинать переговоры, надо договариваться, там, мир в обмен на земли, там, и членство в НАТО и тому подобное. Но вот разговоры идут. Но пока, очевидно, и Путин не готов к этим переговорам, и Зеленский тоже. И самое главное, украинское общество пока не готово. Вот я думаю, Зеленский может поменять свою позицию, если изменятся общественные настроения в Украине. Вы считаете, что они не изменились? Пока нет. Пока нет. Но я в Украине, я вижу эти настроения, чувствую. Понятно, у меня нет, я не присутствую одновременно, скажем так, там, от Харькова до Львова, там, не знаю, от Херсона до Чернигова. Но все-таки, как бы, даже социология, при всех издержках нынешней социологии, ну, и за перемещение населения, невозможности, скажем так, действовать по полноценной выборке, тем не менее, все равно, она тоже дает определенный срез общественных настроений, да и, в конце концов, социальные сети. Это, скажем так, не зеркало общественных настроений, но срез определенный, срез активной части общественных настроений. Поэтому там тоже это присутствует. Даже вот простой пример. Вот недавно появилось заявление группы общественных организаций с резкой критикой идеи проведения выборов во время войны. Вот это очень показательно, да. И я так сейчас смотрю, но есть один человек, который вот, это единственное, кого я нашел, кто выступает в поддержку выборов. Это не политика, такой блогер активный, со специфическим стилем, а все остальные, все критикуют, в том числе представители правящей партии и так далее. Пока я не вижу вот такого изменения настроения в пользу мира. Через какое-то время, да, могут быть изменения. Постепенно, не сразу и не в пользу мира любой ценой. Это точно. Многое будет зависеть от ситуации в стране, от хода военных действий и так далее. Но, и что касается западных партнеров, вот почему я так очень скептически, я бы даже сказал, саркастично отношусь к версии о том, что Байден будет склонять Зеленского к миру. Ну, потому что, ну, я знаю позицию американцев и у них она специфическая, но там нет именно позиции, вот надо обязательно подписывать мир сейчас, тем более на российских условиях. Этого нет. Более того, американцы, к сожалению, для себя, а для нас тоже это к сожалению, да, и не только американцы, понимают, война затягивается. Я об этом говорил еще с конца прошлого года, о сценарии затягивания войны. Да, вот сейчас все пришли к выводу, пониманию, война затягивается. Вот буквально на днях появилась информация, что со ссылкой на представителей Большой Семерки, они считают, что война затянется на 6-7 лет. Как вы оцениваете этот прогноз? Нет, ну, я могу вам сказать, бесполезно называть цифры. Я вот тоже недавно, по-моему, кстати, тоже это было на конференции Ялтсенской европейской стратегии, там было много немецких военных представителей, вот это, кстати, многих заинтриговало. Целая группа людей в военных мундирах, это представители Бундесвера были. И вот целая группа, они там потом с Умеровым общались, ну, не только, на всех заседаниях присутствовали, не американцы, заметьте, не поляки, именно Бундесвера почему-то. Вот кто-то из их представителей сказал, что война будет идти до 32-го года. Почему до 32-го года? То ли круглая цифра, ну, вот, в 22-м году началась война, через 10 лет закончится. Я не вижу ни одного инструмента прогнозного, который мог бы дать точную дату окончания войны. Я могу прогнозировать, например, исходя из политического контекста, ну, например, вот по моим оценкам, если только что-то не случится в России в ближайшие, я знаю, месяцы или ближайший год-полтора, то окно для переговоров, реальных переговоров, реальное окно появится примерно через полтора года, после президентских выборов в США. Вот, потому что именно под президентские выборы в США явно Путин затягивает нынешнюю войну. Вот тут я могу сделать привязку к конкретным событиям и конкретным датам. А дальше загадывать бесполезно, бессмысленно. Три года, четыре года, пять или шесть лет будет идти война. Невозможно предсказать. Нет таких прогнозов инструментариев. Я просто почему так вот останавливаюсь на вот этих сроках, которые выписывает. Владимир Вячеславович, просто есть мнение и оно высказывается, что длинная война это вообще невыгодно Украине, ни под каким соусом. А другие полярные мнения говорят, что нет, мы не можем остановиться. И вот здесь баланса вообще не просчитывается. Вот как вы анализируете подобные такие полярные высказывания. С одной стороны можно одних понять, которые видят, что страну как бы война убивает, какая, в любом случае. С другой стороны можно понять и других, которые говорят, что остановиться это означает уступить, а дальше все будет только хуже. Смотрите, вот опять-таки вспоминаю общение, правда, не с вами, а с одной вашей коллегой, тоже популярным журналистом-блогером. Вот я когда год назад примерно тоже сказал о затягивании войны, сценарий затягивания, мне сразу сказали, какое невозможно, это невозможно, в том числе это невыгодно России. Я говорю, почему? Ну вот, то есть, как бы то, что кажется невыгодным, неприемлемым, а потом практика опровергает. Вот сразу сделаю одну оговорку. Когда я говорю о затягивании войны, то надо учитывать, что война, которая будет идти несколько лет, мы не знаем сколько там, два, три, четыре, пять лет, ну вот еще плюс, скажем так, несколько лет, она может идти в режиме скорее позиционной войны. В режиме ограниченной интенсивности. Такой войны, вот как сейчас, вот именно как сейчас, активные военные действия, ну сразу там, ну как минимум на пяти участках фронта. Ну, такие военные действия позволить все время, в течение нескольких лет, при нынешней ситуации и в Украине, и в России, невозможно. В том числе из-за дефицита артиллерийских снарядов. Вот это как один из факторов ограничений. Опять-таки, в пример, Карабах, да, потому что у них закончились даже не люди, снаряды, и, собственно, вот случилось, как случилось. Не, ну Карабах там ограниченное, да, все-таки и ограниченное пространство для военных действий, масштабы войны совсем другие, да, но вот для аналогии война может идти много лет так, как она шла на Донбассе. В режиме малоинтенсивности, то есть стабильные линии фронта обстреливаются с обеих сторон, и такую войну, да, нам это не очень выгодно, это некоторые коллеги это называют войной на истощение, используют такой термин, да, нам это менее выгодно, чем Россия, Россия это тоже проблемно, но нам это еще более проблемно, потому что мы зависим от западной поддержки, она может меняться, как показывает практика, особенно сейчас вот риски появляются, ну, как минимум по США, ну, и сейчас, и вот в случае, например, смены хозяина Белого дома, поэтому, да, война может затянуться, но на мой взгляд только в режиме ограниченной интенсивности, а полноценная, полномасштабная война в такой длитный период, она все-таки маловозможна, на мой взгляд, поэтому я допускаю такой сценарий, но вот с такой поправкой, что касается Украины, понимаете, нам невыгодно, да, большинство экспертов так говорят, согласен, но хорошо, а вот выход какой? Тут два варианта, либо нам придется продолжать военные действия до тех пор, пока не, ну, скажем так, не появится определенное условие, в том числе, вот позиция общественного мнения, готовность политического руководства обеих стран, участниц войны, каким-то вариантом компромисса, хотя бы к прекращению огня. Вот появится такая возможность, появится, скажем так, готовность договориться, будет это приемлемо для большей части украинцев, которые скажут, окей, устали от войны, все, давайте договариваемся, берем паузу, а там жизнь покажет. Тогда да, тогда могут договориться о прекращении военных действий на определенной линии фронта, если она к этому времени стабилизируется. Пока я не вижу близкой перспективы такого сценария. Вот по моим оценкам, это будет возможно, если только, опять-таки, что-то не случится в России, не раньше, чем через... Вы отметаете, что что-то может случиться в Украине. Ну, такие вероятности и шансы. Ну, а вы же говорите, что-то случится в России. А, ну, я понимаю, нет, я когда говорю о том, что что-то случится в России, то имею в виду, конечно, ситуацию с Путиным. Потому что тут вопросов много, и на многие вопросы мы ответа просто не имеем. Есть вот и про конспирологию. У вас же бывает профессор Соловей. Вот он постоянно повторяет, да, вот ждите, в ближайшие месяцы что-то случится. Я не знаю, может быть, что-то случится. Посмотрим. Что спешить? Вот как с Кадыровым. Я не сторонник сразу же делать вывод, что вот уже там Путин умирает или Кадыров уже умер. Нет, давайте следить за ситуацией. Но если это случится, то в отличие от подалека и некоторых других, я не сторонник, что такой точки зрения, что война закончится одномоментно. Нет. Одномоментно она не закончится. К сожалению, наверное, но нет. Но это сильно очень повлияет и на внутриполитическую ситуацию в России и на ход военных действий. Или, кто его знает, ну вот, мятеж Пригожина показал, что в России могут случиться неожиданные вещи. Я бы сказал, по поводу мятежа в Пригожине, я уже не первый раз вспоминаю, вчера, сегодня название одной телевизионной передачи, популярной в советское время, очевидное и невероятное. Вот я бы сказал иначе, невероятное может стать очевидным в России, как показал Пригожинский Медеж, даже не завершенный. Поэтому всякое может быть, это в России. Что касается Украины, но пока я не вижу вот на данный момент и на ближайшую перспективу каких-то предпосылок для резкого изменения военной ситуации и политической, и политической. Что бы там ни говорили, вот эти все рейтинги, которые появляются и которые, ну скажем так, показывают только лишь одну сторону реальности. Да, есть недовольство коррупции, есть критические настроения, разочарование, недовольство. Часть украинцев уже начинает искать виноватых, почему нет победы. Такие тоже есть настроения. Но пока это, хотя есть и критика уже и в адрес президента, но по тем показателям, которые, кстати, те же социологические структуры, которые цитируют и по вопросу о коррупции, они показывают рейтинг доверия к Зеленскому 80%. У нас раньше ни один президент не имел такого рейтинга. Это уже какой-то 52. Ясно. Нет, подождите. Какой-то был рейтинг, на него ссылались там несколько экспертов, что президентский рейтинг, некоторые президентский рейтинг... Нет, это разные вещи. Сразу поясню, это разные вещи. Есть электоральные рейтинги, электоральные, то есть за кого вы собираетесь голосовать на выборах. Там вы выбираете только одного политика, за которую вы даете голод. Я могу, кстати, подтвердить, да, если бы выборы, по информации, которую я имею, если бы выборы были сейчас, Зеленский выиграл бы выборы в первом туре, за него проголосовал больше 50% избирателей, которые бы взяли участие в выборах. Но это сейчас очень абстрактно, потому что нет толком ответа, как будут голосовать избиратели за рубежом. Кстати, по некоторым оценкам, там сторонников Зеленского больше, чем... Даже после объявления, что будут списки формировать те, кто незаконно уехал. Да, причем здесь те, кто незаконно выехал, это, ну, в лучшем случае там наберется 1050. Это в самом лучшем случае. А так их, ну, не так уж и много. Поэтому, при чем здесь это? Люди хотят завершения войны. Со стороны ситуация в Украине видится там не так критично, там, может быть, как там многие видят ее внутри страны. Хотя тоже, внутри страны, ну, люди делают поправку. Война, и в большинстве проблем виновата война, Аня Зеленский. Да, вот коррупция, да, там, да, вот тут, да, это сигнал для президента. Вот, мол, ты за все отвечаешь в этой стране, в том числе и за это. Поэтому, вот, имей в виду, мы тебя пока поддерживаем, но на будущее имей в виду, с коррупцией надо наводить порядок. Вот такая ситуация. Поэтому, я не вижу пока предпосылок для каких-то, там, сильных, радикальных, внутриполитических изменений. Ситуация может меняться, конечно. Более того, я даже могу вам сказать, ну, выборов до сих пор обсуждается. Я могу вам сказать, вот мой прогноз, когда могут выборы состояться. Пока эта тема рассматривается сугубо теоретически, и речь идет только о том, что, ну, скажем так, оценить реакцию общественного мнения, политиков, общественности и так далее. Западных партнеров, вот, как они реагируют на эту тему. На всякий случай, как бы, да, я думаю, там, готовится сценарий, а вдруг будет возможность провести президентские выборы в означенной конституции сроки в конце марта будущего года. Но пока это чисто теоретически. Даже законодательных изменений пока никаких нет, даже проектов законов пока нет на этот счет. Но, тем не менее, вот я считаю, что вопрос о выборах перейдет в практическую площадь в том случае, если как раз встанет вопрос о выходе на мирные переговоры. И тогда выборы надо будет проводить перед тем, как идти на мирные переговоры. Перед тем. Потому что, с одной стороны, это даже нам советовать могут наши западные партнеры, ну, чтобы был мандат легитимности, чтобы там не было никаких сомнений ни у кого, что вот, украинцы поддерживают эту власть, которая выходит на переговоры. Да. А с другой стороны, после переговоров рейтинг власти может сильно обвалиться. Да. И это, кстати, может создать большие проблемы. Поэтому, если, допустим, идти на выборы после переговоров, ну, это, ну, почти гарантированная дестабилизация внутри страны. Потому что часть населения не примет любые... Значит, суммируем. Или просто согласен. Суммируем. Шанс на переговоры будет года через полтора. Это... Не раньше. Если только что-то в России не случится. Всегда делаю это... В Украине случиться ничего не может. Вы это тоже... Не-не-не-не. В Украине могут случиться разные вещи, но если, например, ну, я не хочу, не люблю обсуждать там тоже фатальные сценарии какие-то, хотя некоторые структуры сделали такие прогнозы, даже в какой-то западной газете появилась такая информация с такими разными сценариями, я вам скажу, тогда будет коллективное руководство страны, которое будет ориентировано на общественное мнение. Вот, по моим оценкам, и общественное мнение страны вряд ли изменится кардинально. Вот, в течение будущего года, там, после зимы, может быть, какие-то подвижки произойдут, но не сразу и не кардинально. поэтому я не ожидаю, я пока не вижу никаких предпосылок для резкого изменения ситуации внутри страны, там, если вдруг не будет Зеленского, будет коллективное политическое руководство, чья позиция, мало чем будет отличаться от нынешней ситуации. Пророссийских сил у нас в прежнем виде, как они существовали, не будет не только сейчас, но и после войны. И в этом смысле даже, допустим, гипотетические сторонники мира. Вот поставим вопрос так, вот, кто может выступать в роли гипотетических сторонников мира? Вот, на самом деле, сейчас вообще нет ответа на этот вопрос. Я не знаю ни одной влиятельной или потенциальной политической силы в Украине, которая бы готова была заявить сейчас себя в качестве такого миротворца. Вот, если общественное настроение изменится, да, тогда, я думаю, такие голоса сначала робко будут звучать, потом они могут звучать немножко сильнее, кто-то будет аккуратно зондировать общественное мнение, либо будут говорить, ну вот, что делать, есть, война затягивается, ресурсов мало, западные партнеры настаивают на том, что надо выходить на прекращение огня. То есть, ну, могут рассматривать тему соглашения о прекращении огня как вынужденную, как вынужденную. Да, и, ну, такой вариант, как минимум, часть населения страны может принять, но не сразу. я все-таки, да, вот суммируем, полтора года, а выборы могут пройти, это самый такой нормальный сценарий, там, перед самими переговорами, ну. Не обязательно прямо перед самими переговорами, а перед ними, там, это может быть за месяц, за два, за три, и даже за полгода, потому что переговоры не дадут быстрого результата, то же самое. Надо учитывать, кстати, поскольку иногда вспоминают про корейский сценарий, вот коллеги недавно, Институт будущего, они тоже сделали такой доклад, и Центр Зумкова тоже сделал доклад о тенденциях войны, о будущем развитии ситуации, то есть, жанр вот таких больших политологических прогнозов, он сейчас, как бы, опять востребован. И вот, у Института будущего там есть, в том числе, сценарий, называется 38-я параллель, что имеется в виду, прекращение, войны, в виде соглашения о прекращении огня. И, ну, мир, но не в обмен на территории, а на согласие, скажем так, ну, прекратить военные действия. То есть, как бы, мы де-факто вынуждены будем согласиться, что часть территории будет оккупирована. Де-факто. Юридически никто, вот это подчеркиваю, никто из украинских политиков, не важно, как будет фамилия президента в будущем. Это не только Зеленский, точно так же, как и Порошенко на это не мог согласиться. Да, никто не будет соглашаться на то, чтобы отдать России какие-то оккупированные территории. Это просто неприемлемо. Этот вариант вообще не будет рассматриваться. А вот соглашение о прекращении огня, да, это возможно, но вот в том случае, если ситуация зайдет в тупик, и это станет понятным. А для этого нужно время. Так вот, корейский сценарий, напомню, там переговоры шли больше года. Параллельно с боевыми действиями. Больше года. Параллельно с боевыми действиями. Но в таком режиме, ну, при стабильном фронте относительно. И на некое соглашение вышли только после смерти Сталина и после смены президента США, кстати. Вот как ситуация может развиваться. Но сказать, когда именно будут президентские и парламентские выборы в Украине, я бы не решился сейчас. Даже намека на это нет. Я же говорю, теоретически возможен вариант и в конце марта будущего года. Но это если там не будет интенсивных военных действий. И, в принципе, и внешняя, и внутренняя конъюнктура будет в пользу проведения выборов. Пока это маловероятный сценарий. А дальше прогнозировать бесполезно, потому что это может быть тогда, когда позволят обстоятельства. Но в любом случае, я просто как бы все равно хочу вот на этом сакцентировать, на Украину ждут выборы во время войны. Это вот сто процентов. Будут военные действия и выборы? Нет, нет, нет. Подождите. Вот почему сразу обязательно... Потому что вы сказали, что сначала выборы, потом переговоры. Это мой прогноз, мой прогноз, что это логично. Но теоретически, вот теоретически, вот давайте представим, пока это маловероятный сценарий, но теоретически. Вдруг случается чудо. Путин уходит в мир иной, российский фронт сыпется, и наши войска победным маршем входят в Крым, деоккупирует еще и Донбасс. Все, победа. И тогда проводится сразу после завершения войны выборы. Это пока такой, я бы сказал, идеалистический сценарий, но теоретически он возможен. Вот он вероятный сценарий, пусть и маловероятный, но все-таки теоретически хотя бы вероятный проведение выборов после войны. Более вероятно, да, что выборы в случае затягивания войны придется проводить формально во время военных действий. Но пока это тоже сценарий гипотетический. С Польшей война будет? Какая война? Вы что? Нет, конечно. Как там классик говорил, ну это в русском переводе, но я помню еще это знаменитый МХАТовский спектакль, телевизионная версия еще по-моему начала 50-х годов. Вот милые бронятся только тешатся. Многие вспоминают Тараса Бульбу, ну что сынку допомогли тебе твои ляхи? Вторые сутки уже. Ну поменялись геополитические реалии. Кстати, во времена Тараса Бульбы украинские казаки воевали то на стороне москалей, то на стороне поляков, то на стороне иногда и крымских татар вместе с турками, всякое бывало. Правда, ну не стоит слишком как бы увлекаться вот этим, нужно иметь стабильных партнеров. То, что произошло, это выброс эмоций. Выброс эмоций. Сначала у поляков в связи с выборами и они сильно перегнули палку. Но и наши не сдержались. Я считаю, надо было контролировать свои эмоции, но не сдержались. Решили тоже как бы показать свой гонор. На польский гонор наши ответили нашим гонорам. Тем более, что традиции общие, корми общие. Шляхетский гонор, он же ведь был не только у поляков. Кто помнит Пана Володаевского, книги Сенкевича, экранизации известные, огнем и мечом и так далее. И казаки тоже. Они тоже прошли многие, кстати, Мазепа, например, прошел шляхетское обучение, образование. Поэтому потом прошел образование, скажем так, общение с Петром. И, кстати, был очень влиятельный фигурой при Петре, таким чуть ли не наставником Петра. Вот об этом мало любят говорить в России. Но есть, кстати, российские исследования. Даже в ЖЗЛ книга выходила российской исследовательнице на этот счет, где она очень хорошо все это описывает и очень объективно. Ну, это так, к слову. Но вот шляхетский гонор, он есть и у поляков, и у нас. Вот сейчас это проявилось. Но уже сегодня поступает информация, что уже начались переговоры. Начались переговоры, я считаю, это правильно. Я вот об этом уже написал сегодня в Фейсбуке. Первое, что надо сделать, прекратить вот эту эскалацию взаимных обвинений. Это против интересов и наших, и поляков. Ну, поляков, это, это с выборами во многом связано, а у нас вот поддались на это. К сожалению, политики тоже люди и тоже эмоциям подвластны. Но вот сейчас уже есть позитивные тенденции, это то, что нужно сделать было с самого начала, переговоры, рациональные переговоры об регулировании вот этих разногласий на зерновом рынке. Это самый правильный, самый продуктивный путь, тем более, это придется делать и в перспективе, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Ну, смотрите, я вот, в чем вопрос на самом деле? Действительно, там, как из рога изобилия сыпались заявления с польской стороны, с украинской стороны, эмбарго, жалобы Всемирной организации торговли, в общем, это все, этот обмен, да, но прозвучали даже такие нотки, что Польша перестает поставлять Украине оружие, причем, работает по контрактам, которые договорились уже заранее, а новых не будет. Это ведь... Так, Польша не была среди лидеров, ну, если не считать прошлый год. Прошлый год, да, особенно начальный период, да, много передавали, особенно бывшего советского вооружения, иногда вооружение из третьих стран шло через Польшу, но Польша не была в лидерах. Кстати, даже Великобритания, я вот удивлю, наверное, многих, особенно из России, кто смотрит ваши эфиры, например, Германия. Германия больше поставляет оружие нам, чем Великобритания. Ну, естественно, на первом месте США, но вот Германия на втором месте, в Европе они первые. Поэтому поляки далеко не лидеры. Ну, слушайте, это обмен эмоциональными заявлениями. Кстати, опять Германия, в Германии очень резко раскритиковали фразу, которую вы упомянули, фразу польского премьера, что мы можем прекратить поставки оружия. Очень резко раскритиковали. Вот представьте это год назад еще, чтобы украинцев защищали от поляков, от критики поляков, защищали немцев, ну, казалось бы, совсем иная ситуация. Ну, вот видите, как все может меняться. Поэтому нет, я думаю, что это, к сожалению, не очень приятный кризис в двусторонних отношениях, но это урок, урок на будущее. Кризис еще не преодолен, его еще надо преодолеть, но в интересах обеих стран его преодоление, именно в стратегических интересах обеих стран, потому что есть общий враг, Россия, и этот враг в конечном итоге позволит преодолеть, и вызовы от этого общего врага в итоге позволят преодолеть нынешний кризис. Осадок останется, к сожалению, но кризис будет преодолен, а для нас это урок на будущее. Эмоции надо контролировать, и, в частности, надо нынешнюю ситуацию использовать как такую репетицию, потому что, когда начнутся переговоры о вступлении в ЕС, вопрос об аграрных рынках, а дележек вот на аграрном рынке будет одним из самых сложных и проблемных. И это будет не только с Польшей, но и с целым рядом других стран. Так что надо готовиться, надо, вот сейчас надо попрактиковаться в этом. Поэтому, ну, все, выпустили пар. К сожалению, это уже произошло. Я считаю, что лучше было бы обойтись без этого, но что делать, так случилось. Но я пока не склонен преувеличивать какие-то масштабы последствий. Проблемы есть, и некоторые проблемы останутся и в будущем, но у нас проблемы были и раньше, просто в другом измерении. Тем не менее, нас сближает и объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Да, друзья, пожалуйста, подпишитесь, напишите, что думаете вы по поводу всего происходящего. И вот финальный вопрос нашей сегодняшней встречи. он касается исключительно перспектив контрнаступления. В Нью-Йорк Таймсе резко раскритиковали скорость, темпы, совершенно абсолютно мы понимаем, что там 10 дней и Марк Милли его заменят, да, потому что его уже не будет. Будет условно новый руководитель и нужно будет какой-то ну, закладывать период на притирку в отношениях с американскими партнерами. Как вам кажется, ввиду того, что сообщил нам Салливан, Байден будет говорить и хочет услышать от Зеленского видение, да, вот, контрнаступления, вот эта статья Нью-Йорк Таймс, не первая, кстати, достаточно, за этот визит даже, да, достаточно критичная по отношению к Украине. На что нацелены? Что это за, скажем так, ход? Натя, мне один украинский военный эксперт, очень серьезный эксперт, я не буду называть его имя, но человек, который раньше занимал высокий государственный пост, он сказал так, что в Соединенных Штатах, в том числе и в кругах демократической партии, в том числе и там некоторые военные эксперты, даже если мы, например, возьмем в этом году Мелитополь, даже если, все равно будут говорить, что украинское наступление провалилось, оно недостаточно быстро и так далее. Это отображение части тех, позиции, части тех политических сил, в том числе в демократической партии США, которые играют сейчас на ослаблении позиции Зеленского, во всяком случае так воспринимают это на банковый, насколько я знаю. Ну, некоторые люди, не буду обобщать, но вот есть такое восприятие, что часть американского эстеблишмента недоволена гиперактивностью Зеленского и как бы пытается его немножко, скажем так, поставить в рамки. В том числе вот такими публикациями, которые появились не случайно как раз во время визита. Но я не буду говорить, в том числе со стороны Нью-Йорк Таймс. И там есть, кстати, в Нью-Йорк Таймс, вот если проанализировать публикации этого издания, уважаемого издания, но там есть публикации достаточно объективные, а есть публикации, ну, где субъективная позиция автора или некоторых авторов, она очень сильно просматривается. Это такой вот внутренний плюрализм Нью-Йорк Таймс. Публикации в Нью-Йорк Таймс на позицию Белого дома не повлияют. Там больше, я же говорю, зависит от ситуации в отношениях с Конгрессом. Вот это сейчас самое главное. По поводу нашего наступления. Ну, я не буду, вот я не хочу сейчас сглазить, там, можно было бы постучать там по дереву и там сказать некоторые прогнозы военные. Я не буду этого делать сознательно. Я просто скажу, возможности для продвижения на юг есть. есть населенные пункты, направления которых будут двигаться в этом году в направлении того же Мелитополя. Что, когда удастся, покажет время. Я напомню ситуацию с Херсоном, которая была в прошлом году. Все ожидали наступления на Херсон еще в августе прошлого года. Потом, я помню, правда, случилось наступление в Харьковской области, это было воспринято очень эйфорично, но потом опять ожидали. Ну вот, Октябрь, Херсон не взяли, очень были тягучие бои за Херсон, но в итоге в ноябре позже, чем ожидалось, но Херсон все-таки взяли, правда, русские отошли, оставили. Но ничего, здесь тоже, я вот уверен, по некоторым объектам, причем очень значимым объектам, русские вынуждены будут уйти, вынуждены, чтобы не попасть в окружение. Я имею в виду как раз на запорожском направлении. Миле, вот, которого вы упомянули, Миле, он как раз говорит, да, украинцы наступают медленно, но уверенно, они знают, что они делают, то есть он дал положительную оценку. Он, правда, одновременно сказал, не стоит ждать феерических результатов, это правильно, да, но если уже даже Буданов говорит, тоже, там, уже не так, как он говорил в начале года, а делает более сдержанные оценки и прогнозы, это тоже правильно, поэтому не будем спешить, будем наблюдать за развитием военной ситуации. Я могу сказать одно, продвижение вперед будет, и военные действия будут продолжаться не только до начала зимних холодов, там, или осенних дождей. Нет, как показал опыты предыдущей зимы, а также опыт всей войны на Донбассе, военные действия продолжаются в том числе и осенью, и зимой. Поэтому нас ожидают как минимум ближайшие полгода, как минимум, а возможно и дольше, фаза активных военных действий, если только будет хватать артиллерийских снарядов и других военных действий. Да, Владимир Официенко был моим собеседником сегодня, спасибо вам большое за то, что нашли время и поделились своими мыслями. Друзья, берегите себя, всем добра и света, увидимся обязательно, до скорого.